Сегодня утром прослушал интервью депутата Государственной Думы Свящева. Меня возмутили его слова. Я считаю, что ничего страшного не случилось. Для вас, господин Свящев, ничего страшного не случится. Слишком много Свящевых в стране. Знаете почему? Я в последние времена, которые идет разбирательство, и мы ждали результата ВАДы, я просто не спал. Сегодня принял снотворный вопрос. Дай Бог, перас выспался. Для вас, господин Свящев, ничего не случится естественно. А вот, давайте вернемся немножко назад. Восемь лет вице-президентом МОКа был Андрианов. Его сменил Виталий Георгиевич Смирнов в 1974 году. Ну и 30 лет был вице-президентом. Повспоминайте, сколько было у нас вице-президентов, президентов Международной Федерации. Сысоев, Титов, Новиков, Никифоров-Денисов, Гранаткин, Колосков. Это была махина. В биатлоне у нас Игорь Новиков возглавлял Федерацию Пятиборья и биатлона. Я 8 лет, 2 срока проработал вице-президентом Международной Федерации биатлона. Все было здорово. Вы посмотрите, что мы натворили за последние годы. Мы кого виним и пытаемся все время туда кивать. Родченкова поливаем с ног до головы. Родченков выпускник МГУ, если я не ошибаюсь. И работал в Монреале, в серьезнейшей компании. Вытащили его оттуда. И то, что мы сегодня о Родченкове... Да, предатель, да, сбежал. Но по какой? Из-за чего он сбежал? Мы же не говорим. Наверняка запугали, застращали, он и сбежал. Теперь второй вопрос. Мы пытаемся наладить отношения. Американцы приняли закон о допинге. Закон Родченкова. Я не думаю, что американцы полные идиоты взять и принять такой закон на уровне государства. Миллион долларов штрафа или 10 лет тюрьмы. У итальянцев, у немцев, у всех приняли закон. Так вот, господин Свящев. Закона нет. Суровость закона говорит о его человеколюбии. Это золотые слова. То, чего у нас нет. И я бы хотел... Дорогие олимпийцы, у вас там 22 человека. Может быть, теперь примете? И я считаю, что нас наказали по делам. Я пережил это в 80-м году. Когда решался вопрос, поедем мы на Олимпийский в Лейд Плессе или нет. Для меня это была четвертая Олимпиада, а для кого-то она была первой. И вы, чиновничья стая, вам этого не понять никогда. Сколько пота и крови пролито спортсменами. Для того, чтобы поехать, свершилось это чудо, быть участником Олимпийских игр. Вот мы поменяли всех нормальных на сегодняшних. И не надо искать никаких причин. Причина только в одном. В том, кадровая политика, о которой я говорил в первой выборной кампании президента. Я вчера сказал по телевидению на РБК, что вина от первого до последнего чиновника вот в этой катавасии. Я против того, чтобы дисквалифицировали и не допускали спортсменов, которые не замешаны в допинге. Ну мы же сами все нарушаем. Вы посмотрите, в биатлоне бывшие допингисты работают, появляются на спортсооружениях. Мы нарушаем все правила. Вы посмотрите, Чагин, который заколол всех ходоков. Его отстранили отовсюду. Он появляется везде, где только хочет. Этот, как его, Лыжи. Чапалов. То же самое. Дорогие мои. Посмотрите. За три месяца у меня смс-ка стоит. Откуда я мог знать? Всевышний подсказывает, что у нас дисквалифицируют в штанге. Эта смс-ка стоит у меня на сайте. Посмотрите. За несколько дней я сказал, что через несколько дней будет задница. Она свершилась. Но Ловчев прилетает домой во Владимир. И губернатор США делает его советником губернатора по спорту. Это вопиющее нарушение. Вы хоть не нарушайте то, что нам предъявляют. Я вчера привел пример нам, вот, когда Шарапова с Мельдонием. А вот Сирена Вильямс. Не надо рыться в чужом белье грязном. У Сирены Вильямс доктор показал документ. Он сделал заявку, и ей разрешили. Но ведь доктор Шараповой не сделал этого. Это только одно, один пример. А их у нас сотни. И я уверен, что это не последнее предъявленное нам обвинение в употреблении допинга. Я категорически против того, чтобы мы выступали под нейтральным флагом. Дайте, пожалуйста, я обращаюсь и к ВАБе, и к МОКу. Чистые спортсмены пусть выступают. Ведь здесь вопрос еще в чем. Я уверен, что единственная страна, которая составляла конкуренцию Америки. И теряется телевидение, пресса, журналисты. Нет той интриги. Я еще раз подчеркиваю. Не дай бог мы не создадим условия тем спортсменам, которые сегодня у нас являются лидерами в национальных командах, если они побегут в другие страны. Это будет вина ваша. Я еще раз хочу подчеркнуть. По моей просьбе в Красноярск привезли лист, на котором было указано количество допингов российского спорта. И президент страны Владимир Владимирович Путин сказал тогда, что у нас есть очень серьезные проблемы с допингом. Вы исчезли все с экранов телевизоров. Хотя орали, я не побоюсь этого слова, орали, что мы чистые, что это политический заказ. Карену Шахназарову, больше ты не кричишь. Снимай кино, каждый займется своим делом. Оставьте спорт для спорт, для спортсменов. 14 высших учебных заведений. Ни одна страна не имеет ни одного физкультурного муза. И у нас нет тренеров, которым мы платим копейки. А приглашаем иностранца, и на глазах у наших платим им баснословные деньги. В биатлоне Пихлер, Рико Гросс поработали. Что сделали? Ничего. Сегодня биатлон заканчивается. Одиннадцатый год, как ушла наша команда из одиннадцати человек. Лучшая федерация в мире. Одиннадцать лет. И вы, спортивные руководители, и чиновники верхнего эшелона. Что вы сделали для того, чтобы уберечь лучший вид спорта, самый популярный? Ничего. Надо наказывать вас. Ни чиновники, ни тренер, ни доктор, ни спортсмены, проявившие себя в допинге, не наказаны. Вот наша беда. Не позорьте великую державу. А слова президента, говорю как доверенное лицо, они должны быть законом для всех. Без бумаги и печати. Сказал президент, исполняйте. А вы ухом не пошевелили. Опозорились на весь мир. Спасибо. Продолжение следует.